Ну что, друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал! Вы попали сюда не просто так, а благодаря притяжению Таверина. С вами, как всегда, Игорь, и сегодня мы поговорим о книге «Источник вознесения Брэндона Сэндерсона». Ну что ж, поехали! Итак, книга вторая в цикле «Рожденный туманом» на мой взгляд, с самого начала пытается исправить ошибки первой книги. Если вы помните мой обзор на первую, ссылочка где-то здесь, то книга в целом не понравилась, но конец был достаточно скомканным. И некоторые решения автора по завершению сюжета вызывали, скажем так, ну скептическую ухмылочку. Во второй же книге Сэндерсон явно уловил эти моменты и пытается их исправить. Те персонажи, которые не заслужили, скажем так, те награды, которые они получили в первой книге, проходят огромный, детальный и трудный путь, чтобы заслужить их снова. Как и в обзоре первой книги, сразу хотелось бы затронуть баталии, потому что крупных баталий стенка на стенку здесь нет. Я не буду говорить, какие стенки здесь есть, потому что они есть. Но вам надо будет прочитать всю книгу, чтобы понять. Но при этом все равно стычки между Вин и другими персонажами, другими соперниками по-прежнему описаны просто... Вот, мое воображение отдыхает. Сэндерсон дает ему возможность расслабиться, потому что описывает все настолько детально, каждое движение, каждый удар, что напрягаться не нужно, чтобы это представить. В плане динамичности книги, на мой взгляд, она помедленнее, чем первая. Здесь больше упор поставлен на напряжение, на опасность, которая висит над главными героями. И, с одной стороны, это, да, интересно, потому что это чувствуется всеми фибрами своего существа, но в некоторые моменты хочется небольшой передышки. Вот как в кинематографе есть специально персонаж под названием Комик Релив, задача которого иногда давать возможность зрителю расслабиться, чуть-чуть отпустить напряжение, которое нагнетается на него с экрана. В этой книге этого практически не было. Из-за этого фактора источник вознесения в некоторых местах для меня был утомительным, вплоть до того, что иногда просто хотелось отложить книгу и не читать дальше. Только лишь во второй половине книги она затягивает настолько, что оторваться очень тяжело, и отрываешься от нее только если действительно нужно. Кстати, мне достаточно часто пишут в комментариях внизу, там, в личке ВКонтакте, в Инстаграме, в личке, мол, что ты придираешься вообще к таким мелочам? Ты пытаешься действительно найти вещи, в которых, в принципе, большинство людей даже не заметит. Это не моя цель. Моя цель не придраться, а показать максимально точную картину тем людям, которые книгу еще не читали, чтобы они могли сделать обоснованное решение, покупать данную книгу или нет. В большинстве случаев, если я делаю обзор на книгу, книга мне понравилась, потому что те книги, которые мне не нравятся, я редко дочитываю до конца. И главная ценность источника Вознесения – это его персонажи. Не просто так Сандерсон говорил, что вторая книга будет экранизирована, скорее всего, в виде мини-сериала, дабы уделить максимальное время развитию каждого из персонажей. А персонажей здесь немало. Но давайте опять начнем с небольшого, скажем так, минуса, на мой взгляд. В этой книге нет персонажа Кельсера. В первой книге он присутствовал, и главное, чего он добивался в книге – это быть умнее читателя. Кельсер удивлял своими решениями, заставлял восхищаться им как персонажем. Во второй книге наши, в основном, молодые герои должны справляться без него. И из-за этого есть немало моментов, когда ты как читатель думаешь, ну когда они уже допрут, что реально происходит. Допустим, окончание первой части книги заканчивается решением проблемы, определенной частичным, временным решением. Но это временное решение у меня было в голове приблизительно с десятой страницы книги. И я ждал до 100 с чем-то, 140-150 страниц, и пока они уже до этого додумаются. И последний минус данной книги – это то, что такие колоритные, сочные и интересные персонажи, как Колченок и Доксон не получили достаточного развития в данной книге. Мне очень хотелось узнать особенно предысторию желания, интересы, мечты, что произошло с Колченогом, почему он стал таким харизматичным генералом. Но я, к сожалению, этого не получил. Вместо этого я получил другого злодея по имени Зейн, который, в принципе, несмотря на всю свою таинственность, несмотря на то, что он достаточно колоритный злодей, тоже не получил достаточно ответов, на мой взгляд. Есть у меня несколько вопросов по нему, которые невозможно озвучить, не вдавая спойлеры. Поэтому я, наверное, напишу их у себя в Инстаграме. Люди, которые читали данную книгу и хорошо разбираются в этой серии, пожалуйста, зайдите туда. Можете даже не подписываться, если это принципиально. Но, пожалуйста, ответьте на эти вопросы. Я буду вам очень признателен. Если мы берем второстепенных персонажей, которые выгодно отличаются от самих себя из первой книги, то это, на мой взгляд, Хэм и Брис. Особенно Хэм. У него очень много интересных сцен. Его развитие, опять же, показано гармонично, не вызывая каких-то вопросов и сомнений. А Брис через некоторые, скажем так, романтические отношения тоже раскрывается по-новому. Более того, в третьей части, в третьем акте, скажем так, книги, в кульминации он вообще открывается в очень, скажем так, необычном, свежем взгляде на фэнтези героя. Лично меня поведение Бриза в конце книги заставило прочувствовать, ну, очень серьезные эмоции. И за это я очень благодарен автору. Ну, а теперь давайте поговорим о центральных персонажах, а именно Элленд и Вин. Элленд по-прежнему остается здесь идеалистическим, таким наивным полуподростком, полумолодым человеком, который пытается стать политиком из книжек, вместо того, чтобы стать реальным политиком, который понимает, что иногда нужно делать плохие вещи, чтобы добиться чего-то хорошего. Таков уж мир. Мы видим на протяжении всей книги его, скажем так, бьение головой об стену. И при всем том, что звучит это не очень интересно, поверьте мне на слово, описано это мастерски со стороны Сэндерсона. Он заставляет задуматься о многих вещах, которые окружают нас и в реальном мире. Развитие персонажа очень медленное. Сэндерсон просто вот как бы он по капельке дает развиваться Элленду. Но от этого он становится очень интересным персонажем, особенно на фоне Вин, которая привыкла все решать тут же и на месте. Мне нравится решение Сэндерсона сделать пару из плюса и минуса. Ну и, конечно же, Вин. По-прежнему после Кельсера это самый интересный персонаж книги. И именно своей неоднозначностью. Есть моменты в книге, когда мне хочется саму пришибить ее. Просто вот как бы как вообще? Это положительный персонаж? Я не вижу ничего положительного в некоторых ее поступках. И в данной книге любимейшие моменты, самые лучшие, самые интересные, это отношения между Орсьером и Вин. Каждый раз, когда начинаются ночные путешествия Вин и Орсьера, я чувствую себя вроде я в ресторане. В лучшем ресторане мне подают лучший десерт мира. Потому что все сцены данной книги – это десерт данного повествования. Она просто шикарная. Я не буду вдаваться в детали. Почитайте книгу. Если вы не читали ее до сих пор, они описаны идеально. Внутренний голос Вин по-прежнему самый интересный и самый детально описанный во всем повествовании. И он выгодно отличается от голоса Элленда. Ну, просто потому что как персонажи, Элленд мне гораздо меньше импонирует, чем Вин. Мне больше нравится ее отношение к жизни, чем Элленда. Единственное, что не то чтобы не понравилось, а заставило, ну, поднапрягся, может быть. Я даже не знаю, как это сказать. Ну, не идеально, опять же, была концовка. Она снова именно для Вин показалась немножечко скомканной. Я бы даже назвал ее мерисьючной. Мерисьючной. Это не мат, честное слово. При всем при этом повторюсь. Вторая часть книги читается на одном дыхании. Первая тоже достаточно интересная. Заканчивается книга тоже достаточно таким напряженным клиффхангером, из-за которого открываешь третью книгу сразу, если она у вас есть. Честно сказать, я закончил читать Источник Вознесения где-то недели 4 уже назад. И начал давно читать третью. Из-за работы новой не могу никак продвинуться. Поэтому решил сделать данное видео, чтобы в конец не забыть, о чем там было во второй. Я не очень люблю ставить оценки книгам, но если надо, то Источник Вознесения получает у меня 7 из 10. Это достойный, интересный, динамичный, с интересными персонажами фэнтези-роман, представитель современного фэнтези, который должен быть в любой уважающей себя фэнтези-библиотеке. А шо это вы там делаете, а? А шо это вы... А, вы лайки ставите, комментарии, ой, колокол... Ой, все, мешать не буду, пока. Субтитры сделал DimaTorzok